Уралка 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 Будем говорить. Я понимаю, что вам хочется, чтобы мы об этом забыли. Но мы это помним, в отличие от вас, которые позволяют себе схавать абсолютно все. Продолжайте хавать дальше. Это ваши личные трудности. Поэтому можете не бегать по моему каналу, хотя бегайте, я тут же, видя такие комментарии, всех вчера благополучно забанила. Я понимаю, что вам хочется, чтобы говорили про Уралочку только хорошо. Не на этом канале. Это обзорный канал на Уралочку. Пока еще ничегошеньки Уралочка такого не сделала, чтобы о ней здесь говорили хорошо. Ну что ж, друзья мои, на обзор им пришла люстра. Боже мой, как два дикаря, знаете, которые слаще моркови ни черта в своей жизни не видели. Вытащили эту люстру. Уралка орет, это светильник. Это светильник, представляете? И светомузыка, и пульт. Боже мой, Уралка, у нас такие люстры уже хрен знает сколько. Но правда они со светом музыкой. Она нам сто лет, как говорится, не нужна. Но в любом случае с пультом и со всем на свете. И более красивые дизайны. Поэтому даже не думай, что кто-то тебе позавидовал. Просто, знаете, вот как начнет делать рекламу, такое впечатление, что никогда в своей жизни вообще отродясь ничего не видела. Но получила ты эту люстру. Ребят, начала там отплясывать сальсу вокруг этой люстри. Ой-ой, бедные несчастные не знают, куда они, значит, денут эту люстру. То ли им, собственно, ее дома оставить, то ли они ее повезут в предбанник на дачу. Ну, я так понимаю, тогда, когда этот предбанник будет новый, собственно, сделан. Кстати, что там с этим предбанником? Я так не поняла. Доски Уралки на день рождения подарили. Остроятся. Остроятся, когда собираются. Напишите мне, ребят, может быть, я какой-то ролик Уралочкин пропустила, да. Но в любом случае. И Уралочка, друзья мои, довольная, счастливая, говорит. Ой-ой, вы знаете, показала нам там музыку. Его включили буквально на несколько секунд. И она там взмахнула своими руками, как этими мельницами, в разные стороны. Вот, говорит, типа, ну, натанцевалась. Да, Уралочка. Танцами это, конечно, назвать очень сложно. То, что ты подергалась два раза. Ну, типа, в такт музыки это абсолютно разные вещи. Ну, Уралка, правда, вспомнила свои боевые годы, рассказывая о том, что вот раньше-то, раньше-то я, типа, была такой зажигалочкой. Да, Уралочка, жалко, что тех самых времен раньше не застал сарафан. Жалко, что он тебя зажигалкой-то и не видел. Говорит, вот, всему виной тому, что вот у меня вот больные ноги. Уралка, всему виной не твои больные ноги. Всему виной ты сама и твоя бесконечная жрачка, которую ты нам демонстрируешь. Ни одного нормального какого-то ппшного диетического рецепта в твоем рационе за вот это вот все время, что я делаю на тебя обзоры, я у тебя даже близко не видела. И даже сегодня, друзья мои, не поверите, креветки и те, значит, с макаронами. Да, все это, значит, обжаривается на огромном количестве растительного масла. Ну, а на десерт, друзья мои, у нас беляши. Да, да, жареные беляши тоже в огромном количестве масла. Как Уралочка всегда говорит, ой, да я там всего-то ложечку, да две ложечки столовые сейчас растительного масла и вбухает туда на сковородку, друзья мои, где-то треть бутылки растительного масла. Ну, что ж, Уралочка, ты молодец, собственно, да? У тебя все с этим хорошо, видишь прекрасно, чувствуешь то, что нужно делать. Но вообще, ребят, так смешно было, вот все время рассказывает о том, что, ой, да мы так вот тоже натанцевались, мы с этой люстрой, и там песен напелись, и натанцевались, Уралочка. Тогда не тащи эту люстру, если вам с ней так весело, не тащи ее туда, знаешь, куда-нибудь подальше, с глаз долой и сердце, вон, как говорится, на дачу в предбанник, да? Да оставьте ее дома, будешь отплясывать каждый божий день. Может быть, и нам когда-нибудь песни-пляски покажешь, а то только исключительно все на слова. Ой, и Сарафан у нее танцует, и Абду у нее танцует, прям такая, знаете, дискотека, да? И Уралка тоже, оказывается, танцует. Ну, что ж, Уралочка, друзья мои, когда начала готовить креветки, пытается оправдаться перед своими зрителями, мол, типа, ну, часто же ей пишут в комментариях, как так получается, что вы не работаете, сидите дома, но позволяйте себе и красную рыбу, позволяйте себе и креветки, позволяйте себе, в принципе, да, то, что некоторые люди не могут себе позволить. Ну, и Уралочка решила, друзья мои, сегодня немножко там оправдаться перед своими зрителями, да, слава богу, что не было слова вот этого «знаете», сегодня его не было, да, но Уралочка сказала о том, что мы вообще-то редко, редко мы едим креветки, редко мы себе позволяем вот это вот блюдо, но вот вчера уже в Чижике были, там почти, там, значит, за копейки купили вот эти вот, значит, креветочки. Ну, ребят, знаете, мне смешно немножко другое. Мне смешно то, что когда приезжают гости, они готовят либо манты, либо какие-то эти, помните, там, баранки с фаршем непонятные, да, все, всякое «г», как говорится, да, рыбку своим дружбанам обещали, кстати, рыбку так и не показали, как ели друзья. Не показали, чтобы друзья оценили прекрасную эту рыбку, которую готовили в коптильне. Ну, я все прекрасно поняла, что эту рыбу, конечно же, никто не ел, потому что есть ее было просто невозможно. По этой причине слов много было сказано, но на деле нам ее так и не продемонстрировали. Но как только, друзья мои, гости уезжают, Уралочка тут же несется в магазин, покупает себе какую-нибудь хорошую красную рыбу, делает стейки, покупает себе креветочки, Уралочка молодец, молодец, нечего привечать этих дружбанов. А то, знаешь, так приезжают на выходные, а так, если будешь их откармливать, как говорится, в три горла, то они от тебя вообще не уедут и будут у тебя сидеть целую неделю подряд. Да. Ну что ж, показывает, показывает, значит, что она готовит как раз такие креветки в сливках. И тут же рассказывает, что вот она всегда всякий раз остаточки сливок оставляет именно сарафан. Ну, кто бы сомневался, да, что самое лучшее в этой семье – это родителям. А уж абдугани по остаточному принципу. Ну и тут же, друзья мои, помимо того, что, значит, она готовит макароны с креветками, причем макарон было огромное количество, зачем так много макарон, такое впечатление, что не креветки с макаронами, а макароны с креветками, да. И тут же еще и беляши, беляши вот эти жареные. Я понимаю, что, конечно, все это жареное, естественно, вкусно, все это здорово и замечательно. Но опять же, ребята, обратите внимание, вот это все жареное, печеное они едят каждый день. И даже если она какие-то дни не готовит, то вспомните, как вчера вот они заезжали в Ашан, да, и набрали там и самсу, и чебуреки, и все на свете, вот сколько можно этого есть. А потом мы будем рассказывать про больные ноги, естественно, откуда там что будет здоровое, когда там вот такая еда, да, и человек о себе, о своем здоровье нисколько не заботится. Но винить будем кого угодно. Медиков, да, лекарства не те, медики не те, государство плохо помогает, хотя и платят, да, пенсию по инвалидности. Все-все плохое, продукты, как кричала Уралка, плохие, но при всем при этом мы продолжаем жрать в три горла. Даже то, что нам, собственно, и не нужно. Вот я вчера сделала акцент на мороженом, да, на вот этих вот, на паштетах, на том, что они покупают в этом магазине чижик, понятное дело, что там, как говорится, за качество, да, у многих продуктов. Но в любом случае мы будем покупать вот это химозное непонятное, и виноваты будут кто угодно, только не мы сами. То есть не Уралочка отвечает за свое питание, за свой образ жизни. Нет, не она. Далее, ребят, начался, 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 да. Далее началось все самое интересное. Про толкушку. Когда она начала в очередной раз, значит, использовать толкушку, вымешивая фарш, знаете, я вот просто, ну, Сарафан, как всегда, вот этот, знаете, мелкий пакостник, да, вот эта бабка на лавке, которая постоянно пытается, значит, Уралку дергать за разные ниточки и, значит, вызывать ее на эмоции и вот как раз-таки рассказывать, что же там пишут зрители. Да, ни для кого не секрет, что зрители очень часто высказываются негативно относительно того, что Уралка пользуется вот этой толкушкой и, значит, да, когда работает с фаршем и пишут ей по этому поводу, зачем ты это делаешь и так далее. И что самое интересное, ребят, представляете, ну, и вот он начинает рассказывать Уралке, вот, вот, говорит, все против, я не понимаю, почему против твоей толкушки. И тут же, значит, он сам делает вывод, говорит, «А, я понял, это просто у тех, кто против толкушки, использовать толкушку в фарше, да, это они, это их понты». А я сначала, ребят, не вырубилась, думаю, что к чему, при чем тут толкушка, фарш, при чем тут понты, как могут быть понты, связанные с толкушкой, с фаршем. Слушайте внимательно. Оказывается, он говорит, просто некоторые не хотят делать так, как делали их мамы и бабушки, и вот у них понты, типа, они более современные. Сарафан, ну, ты тупой, это вообще, это тупой, это, знаешь, это, ну, ничего не сказать. С чего ты взял, что наши мамы и бабушки пользовались толкушкой, вымешивая фарш? Всю жизнь моя бабушка и до сих пор моя бабушка, между прочим, готовя беляши, да, или когда она делает чебуреки, когда она готовит фарш, да, в электромясорубке, она потом вымешивает этот фарш руками. Представляете? И моя мама делает точно так же, и моя невестка, жена моего брата, делает точно так же, и я делаю точно так же, и мама моего мужа делает точно так же, делала точно так же. Представляешь? И все мои знакомые, я впервые толкушку увидела у Уралки. Это ее личное дело. Что она там с этой толкушкой делает? Но не надо, опять же, вываливать это так и представлять это так, что если вот она это делает, значит, она делает правильно, а все остальные типа понтуются и не хотят делать так, как делали их мамы и бабушки. Вот как раз таки наши мамы и бабушки вымешивали фарш руками. Представляешь? Представляешь? После электромясорубки вымешиваем мы все это дело руками, да, можно одеть перчатку на руку, проблем нет никаких, да, кому как удобно, тот так и делает абсолютно, да, можно там воспользоваться ложкой в случае чего. Кто как хочет, тот так и делает. Причем здесь понты. У нас даже близко такого не было, чтобы толкушкой вымешивать фарш. И мы делаем точно так же, как делают наши мамы и бабушки. Вот я делаю точно так же, как делает моя мама с бабушкой, да. Они никогда не использовали толкушку для того, чтобы размешать фарш. Никогда. И сейчас они так не делают. Так почему, с чего это понты? Вот я смотрю, у вас с Уралкой любимое слово понты. Ребята, давайте-ка я немножко освежу память тем, кто не помнит. Вспомните, когда зашел разговор про магазин Светофор, и Уралка сказала Сарафану, а Сарафан, как всегда, начинает. Это у них, конечно же, они заранее договариваются с Уралкой, о чем они будут говорить. Они проговаривают эти моменты. То есть Сарафан подкидывает дровишек в костер и начинает эту тему, а Уралка подхватывает и уже вроде как отвечает. Так вот, как-то Сарафан сказал о том, что вот, Оля, почему-то вот они возмущаются и говорят, что вот Светофор, там, значит, продукты нехорошего качества, не очень хорошего качества. Мол, что ты думаешь по этому поводу? Ну и, конечно же, Уралка, друзья мои, естественно, дабы себя всячески там, так скажем, обелить, и как всегда, да, она сказала, что все плохие. Я, говорит, не верю в то, что люди не ходят в Светофор. Она сказала, все, абсолютно все ходят в Светофор и закупаются там просто из-за своих понтов. Они не хотят показать, что они там не покупают. Вот что-то, ребята, их пробило на это слово понты. Видимо, как раз таки, знаете, вот понты, они характерны для тех людей, которые раньше, да, раньше, лучше морковки, да, ничего в своей жизни не видели. Это вот как раз таки характерно для их семьи, потому что мы с вами видели прекрасно, как они жили до Ютуба. Как они жили до Ютуба? Ни ремонта у них не было, да и сейчас, собственно, ничего не изменилось абсолютно. Живут в той же однушке, которая досталась Уралочке от дедушки, запомните, да? То есть даже квартиру однокомнатную она не заработала. И вот они говорят о том, что люди понтуются. Я тогда возмутилась и сказала, я никогда ничего не покупаю в светофоре и привела в пример, когда я купила там фисташки, я сказала, господи, вот я в очередной раз, да, убедилась в том, что действительно скупой платят дважды. Я привела в пример узбекскую лавку, куда я хожу и где я покупаю, да, там огромная-огромная, там в нашем гипермаркете в Магните, огромная такая узбекская лавка, очень красивый отдел, и я там всегда покупаю у них как раз такие орехи и все эти сухофрукты, и то, что я люблю, да, и там я покупаю фисташку, пусть она дороже, но она там просто отборная, она там офигенная. Там из 20 штук, дай боже, одна плохая. А здесь то, что я купила, подешевле в светофоре, но там получается из 10 штук одна нормальная, представляете? Поэтому мне смешно, когда люди говорят, да все так делают, как вы можете говорить за всех. Если вы ходите в светофоры, если вы ходите в чижики, это исключительно ваши проблемы, да, я не хочу никого обижать, кто туда ходит, да, но опять же, друзья мои, есть у Уралки деньги на нормальные магазины, на нормальные продукты, да, сейчас у них такие деньги есть, и они могут себе позволить покупать продукцию более хорошего качества. Это раз. Во-вторых, зачем говорить за всех за нас, что мы бантуемся, что мы вруны, обвинять нас во вранье, что мы все ходим в светофоры, но просто мы это скрываем. Уралка, ты ничего, немного на себя взяла, да? Ты как-то странно вот эти вот моменты высказываешь. Ты за других людей говоришь, огромное количество людей туда не ходят, в эти светофоры. Вот у нас их по городу натыкано, мама не горюет. И светофоры, и маяки, и всякие там какие-то доброцены и так далее. Ну, у нас многие туда не ходят, представляешь? Одно дело купить там какие-то салфетки, да, или какие-то там что-то такое там, что-нибудь, да, так скажем. Другое дело покупать там продукты. Как ты можешь говорить абсолютно за всех людей. Но, друзья мои, могут себе позволить и тут же обосрать нас всех, то есть нас всех, по сути, обвинили во вранье, и про нас, про всех сказали, что мы просто понтуемся, представляете? То есть мы должны делать так, как делает Уралка. Уралка, ты представляешь, вот представьте с сарафаном, что мы и ложки, и вот у меня ни бабушка, ни мама, да, у кого я, так скажем, училась, да, у меня никто из них не облизывал ложки, я этого не делаю, в моей семье так не делают, ты представляешь? Я не могла себе никогда представить, чтобы моя мама и бабушка, когда готовили, облизали бы ложку, а потом этой ложкой, эту ложку засунули в общее блюдо. Вот я такого у них никогда не видела, я тоже поэтому так никогда не делаю. А Уралка себе может позволить. Так что ж, нам теперь всем равняться на Уралку? Ну, согласитесь, ребята, очень смешно. Живите вы как хотите, но вы-то показываете свою жизнь, поэтому мы обсуждаем какие-то моменты, которые нас, так скажем, удивляют, поражают, напрягают, или возмущают, да, какая разница? Но опять же, это не значит, если вы так делаете, значит, так надо делать всем. Да, друзья мои, далее, в общем, да, в конце уже включили музыку, Уралочка, как я и сказала, подергалась немножко, сказала, ой, а раньше-то я прям так отплясывала, но так отплясывала, в общем, да, Уралочка, Уралочка, ты у нас была просто девчонка-зажигалка, а вот последние несколько лет все, как говорится, так может быть, стоит пересмотреть вот эту ситуацию, может быть, все-таки сарафан тянет тебя куда-то на дно, да, позволяя тебе есть все, что тебе есть нельзя, жрать тебе в огромных количествах, тем самым сделав из тебя человека, у которого нет возможности, даже элементарно подергать ногами. Может быть, пора пришла уже открыть глаза, и понять, что рядом с тобой не тот человек, вернее, тот человек, который не желает тебе здоровья, счастья и долгих лет жизни. В общем, как-то так. Ребята, вот такой получился обзор, продолжение следует, всех целую, обнимаю, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok